В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В деревне Спасское прошла акция «Наш лес, посади свое дерево». Это логическое завершение всех работ, которые мы проводили здесь, в границе к деревне Спасское. Опасные игры. Вопреки здравому смыслу, люди пользуются детскими площадками, где еще не завершены монтажные работы. Хочется, конечно, обратиться прежде всего к нашим мамочкам, чтобы они понимали, что это все небезопасно. 13 октября во всем мире отмечают День борьбы с тромбозом. Последний год количество тромбозов в плечах узнаем. В деревне Спасское прошла акция «Наш лес, посади свое дерево». В экологическом мероприятии приняли участие местные жители, представители территориального отдела Расторгуева и сотрудники МБУ Дурсервис. Подробнее в нашем сюжете. В деревне Спасское прошла акция «Наш лес, посади свое дерево». Место для посадки растений было выбрано не случайно. Участок расположен рядом с контейнерной площадкой. И раньше вместо деревьев и кустарников тут росли кучи мусора. Как рассказала начальник территориального отдела Расторгуева Татьяна Полякова, местные жители давно просили привести в порядок эту территорию. Так как во время благоустройства населенного пункта участок использовался как склад для строительных материалов и мусора, которые после завершения работ так и не были вывезены. Тут у нас была поросль, которая не совсем соответствовала плотности посадки. Друг другу мешали насаждения. Мы все это делали сирными Дурсервисом, конечно, выпилили, все удалили. И вчера вывезли весь строительный мусор, который тут оставался. Это логическое завершение всех работ, которые мы проводили здесь, в границе к деревне Спасское. В позапрошлом году была выстроена, нами устроена пешеходная дорожка, которой никогда не было. В этом году мы сделали проезд, капитально отремонтировали, сделали новое покрытие дорожного полотна. За несколько часов до проведения экологической акции сотрудники муниципального бюджетного учреждения Дурсервис завезли на участок плодородный слой грунта и выровняли площадку для посадки растений. Мы взяли эту площадку первую стартовую, как образцово показательную. Хотим здесь высадить олеечку кустиков. За ними, вот сейчас вы видите, мы привезли сосенки, все вырубили, все подготовили. Планируем ее оградить и посадить здесь травку. Если не получится в этом году, то Татьяна Ивановна нам обещала, что на следующую весну, на субботник, мы продолжим благоустройство еще каких-то отдельных мест нашей деревни. Более 50 саженцев, пузыри плодника, 6 кустов калины и боярышника были высажены участниками акции «Наш лес, посади свое дерево» в деревне Спасское. Благодаря усилиям местных жителей Татьяны Ивановны Поляковой, мы здесь убрали камни, ссор, мусор, который отсюда убрали. И вот по желанию жителей высадили кустарник, чтобы оградить и защитить деревню немного от пыли. Озеленение – это наше все, леса, это все приходит в упадок, но здесь, видите, все как бы сажается и так да. Благодаря и нашему Гаджимурату, ну и местным жителям, конечно. А в центре участка посадили семь хвойных деревьев. Вечно зеленые, по словам жителей, будут красиво сочетаться с низкорослыми кустарниками. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В продолжении темы. Более 75 молодых сосенок высадил на придомовой территории видновчанин Алексей Пустовалов. Это его личный вклад в озеленение родного города. Хотя в окружных и региональных экологических акциях он также с удовольствием принимает участие. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Все началось 6 лет назад с участия в акции «Посади дерево». Тогда семья Пустоваловых высадила в Расторгуеве свои первые сосенки. Потом глава семейства разбил сад возле дома матери в Рязанской области. А затем принялся и за свой двор видным. Посадил две сосенки под балконом, потому что у нас рябина засохла, потом мы их спилили. Ну, посадил их, потом со старшим по дому поговорили. Я говорю, а можно здесь посадить еще? И тут в этом году я посадил порядка, наверное, 90 сосенок. Так появились две сосновые аллеи с двух сторон дома 19А на Советской улице. Пока сосенки еще совсем маленькие, поэтому Александру приходится следить, чтобы их случайно не затоптали и не срезали во время покоса травы. Но, к сожалению, находятся и те, кто осознанно вредит зеленым насаждениям. Я в очередной раз вышел посмотреть на свои деревья. Прошел до конца аллеи и увидел, что там мангал. И в этом мангале лежат мои обгорелые колья. И также там была сожжена и выброшена самая высокая сосна. По мере возможности Александру помогает и его старшая дочка Алина. Она рассказала, как трепетно отец следит за состоянием растений. Он их и поливает, и ухаживает, и где-то колышки поставит, где-то подвяжет Леночку. Это все так замечательно, когда проходят некоторые люди. Прям так приятно смотреть, всем нравится, мне тоже. Соседи Александра тоже принимают активное участие. В озеленении двора сажают кустарники, цветы и деревья. Наш герой ухаживает и за их растениями, поливает и подвязывает по мере необходимости. Больше говорит, пока сажать не планирует, но все может быть. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Дети выходят на игровую территорию, где еще не завершены монтажные работы. Ломают незакрепленные игровые элементы и портят невысохшее порезиненное покрытие. Такая проблема сейчас остро стоит в 6 микрорайоне. Там подходит к концу реконструкция последней на этот год детской площадки. В проблеме попыталась разобраться наш корреспондент Юлия Пагасьян. В этом году в 6 микрорайоне произошли сильные изменения. Масштабное благоустройство затронуло проезжие части, парковки, детские спортивные площадки, скверы. Работы удалось выполнить благодаря слаженному взаимодействию администрации Ленинского городского округа и сотрудников территориального отдела. Сделали площадку для скейта по улице Ольховы. У нас три детские площадки были заново возведены. Ранее их там просто не было. Одна была в комплексном благоустройстве вместе с асфальтовым покрытием вокруг дворов. И дороги. Это дорога в деревне Ермолина. Еще народные тропы, лестницы. Достаточно большой комплекс в этом году было выполнено. Эти две детские площадки в купеленке возле 4 дома – завершающий этап комплексного благоустройства в 6 микрорайоне. Но реконструкция игровых элементов еще не завершена. Об этом говорят соответствующие объявления. Однако люди их игнорируют и подвергают опасности своих же детей. Все там открыто. Вдруг они не зафиксированы. Или как там она еще не доделана. То есть веревки не закончены. Но обычно здесь висела лента. Люди убирают сами? Мы пришли сюда в первый раз. Просто мы ждали, ждали, когда она откроется. Ну вот, нарушили, скажем так, правила. Прежней площадке в купеленке было более 6 лет. Ее устанавливал еще застройщик. Монтаж новый начался в августе. Сейчас работы находятся в финальной стадии. Понравилось, конечно, лучше, чем было. Очень было страшно не залазить. И сейчас более конструкция хорошая. На площадке для детей постарше осталось залить прорезиненное покрытие. А на той, что для совсем маленьких, его уже положили. Только вот люди по нему ходить начали раньше времени. Поэтому рабочим пришлось исправлять результат несознательности жителей. Мы и в своих соцсетях неоднократно размещали информацию о том, что идут работы. Мы информируем жителей через чаты домов, через председатели домов, которые имеются у нас в наличии. И, собственно говоря, люди не всесознательные. Хочется, конечно, обратиться прежде всего к нашим мамочкам, чтобы они понимали, что это все небезопасно. И они самостоятельно подвергают опасности своих детей. Не введенные в эксплуатацию конструкции уже повреждены. И все это на совести самих жителей. Официальную игровую зону откроют до конца октября. А пока вся ответственность за здоровье детей на родителях, которые убирают ограждения и нарушают правила. Юлия Погосяна, Александра Логина, Фольдосадовская. Видно этого. 13 октября во всем мире отмечают День борьбы с тромбозом. Второй год подряд, находясь в непростых эпидемиологических условиях, медики ведут усиленную работу по информированию жителей и профилактике страшного заболевания. Чтобы узнать, как определить возможное наличие тромба и насколько часто сегодня сталкиваются с закупоркой вен, наша съемочная группа отправилась в больницу. Венозная кровь здорового человека, как известно, движется снизу вверх, от ног к сердцу. Но иногда путь доставщикам необходимых организму элементов может преградить сгусток клеток ремонтников – тромбоцитов. Обычно именно они помогают остановить кровь при повреждении на теле. Но если в организме их особенно много, может возникнуть опасное заболевание – тромбоз. В первую очередь это уже осложнение каких-то заболеваний. В группу риска входят какие пациенты? Это онкологические пациенты с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми, пациентами с травмами, с повреждением постных структур. Пациентов, которые в анамнезе, у кого-то из родственников были тромбозы. Малоподвижные пациенты. Подверженных заболеванию много, но основная профилактика для всех одна – больше двигаться и периодически проходить диспансеризацию. Особенно важно обращать внимание на здоровье в условиях пандемии. У третьих пациентов, перенесших ковид-19, наблюдают тромбозы. Последний год количество тромбозов увеличилось. Это, несомненно, связано с реакцией организма на вирус. Во Всемирный день борьбы с тромбозом медики призывают внимательнее отнестись к этому заболеванию. Ведь именно эти, казалось бы, незаметные сгустки крови, оторвавшись от стенок сосудов, несут инсульт, тромбоэмболию и инфаркт. Нужно предупреждать, нежели чем лечить уже острое состояние. Потому что острое состояние, понятно, у всех по-разному протекает. Там уже это длительное лечение, там полгода, может и больше, постоянное наблюдение. Чтобы этого не было, в период того же коронавируса должно быть в острой стадии назначение пероральных антикоагулянтов и, соответственно, наблюдение за реологией крови. Пообщавшись с врачом, мы решили сменить тесный кабинет на просторную улицу и поговорить с нашими жителями. Знают ли они, что такое тромбоз? У меня была операция на сердце, мне обязательно проверяли вены. И в прошлом году переболела ковидом. Это обязательно проверяется. Тромбоз – это, конечно, страшное дело. Нужно обязательно, обязательно проверяться. Нужно обязательно посещать поликлинику. Так что это необходимо. Среди родственников такое заболевание присутствовало. Очень хорошо, что наше здравоохранение, конкретно районные наши врачи, проводят очень большую информационную работу по профилактике данного заболевания. Я лично сама сейчас проходила диспансеризацию. Подобная осведомленность не может не радовать, как и то, что встретившиеся нам видновчане внимательно к своему здоровью не только сегодня, а каждый день. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова